Алкогольные отравления вот уже месяц как будоражат всю страну. Но после того, как от водочного суррогата из Харьковской области умерло более полсотни человек, чиновники и правоохранительные органы объявили войну всем производителям паленой водки. Те, видимо, вызов приняли и через некоторое время уже в Запорожье. 12 человек вновь серьезно отравились алкоголем. Секретные материалы начали разбираться в этой проблеме. И оказалось, что некачественной, а порой и ядовитой водки на нашем рынке значительно больше, чем мы могли себе представить. Мы обнаружили оптовые склады, где продают непонятный алкоголь просто в пластиковых баклажках. А бутылка якобы брендового и элитного виски в таких магазинах стоит всего лишь 45 гривен. Кто же все это продает? И главное, кто крышует продажи смертельного градуса? И как правильно выбирать алкоголь в магазине, чтобы пить за здравие, а не за упокой? Смотрите прямо сейчас. Они долго мучились, а потом умирали. У меня и бабушка умерла, и дядька умер. Усе от этой водки. Бабушка 2-3 инфаркта умерла, как сын у нее умер. От суррогатной водки в Украине погибло более полусотни человек. И это только за последний месяц. Скоро-заскоро туда едете, и милиция. Врачи шокированы ядовитостью водки убийцы. Мы подозреваем, что отравление происходит или же метиловым спиртом, или какими-то химическими веществами, в состав которого входит метиловый спирт. Отравляющее вещество было настолько сильным, что матери не могли по-человечески попрощаться со своими детьми. Мою дитину нельзя даже за руку подержать и проститься с ним. Какую гадость надо было наколотить. Какую гадость, чтобы с дитиной отца выходила уже в мертвого. А жены своих мужей в последний раз видели в машинах скорой помощи. Он упал в кому, давление он не держал, дышать он сам не мог. Ревнамобиль пытались восстановить его состояние, чтобы довести его как-то. У них это не получилось. Сейчас в больницах врачи борются за жизни еще полусотни человек, которым чудом удалось выжить. Это развитие головокружения, возможно, двоение в глазах, это нарушение сознания, это нарушение функции почек, печени и так далее. То есть клиника очень разнообразная. А правоохранители один за другим начали накрывать подпольные водочные цехи. Сейчас назначен ряд экспертиз по поводу по алкогольным, по изъятому алкоголю. Также назначены токсикологические экспертизы по потерпевшим, чтобы установить наличие тех или иных отравляющих веществ в их организмах и установить причины, что конкретно повлекло смерть. Сначала задержали изготовителей той самой водки пшеничная, метиловый спирт которой погубил десятки человек в Харьковской области. Встановлены каналы постачания неакисного спирта на территорию Харьковской области. Кроме этого, выявлены подпольные цехи, где, возможно, выготовлялась горилка. На этих кадрах оперативники накрывают гараж, где бодяжили горькую. Рядом с канистрами со спиртом – бутылки известных алкогольных компаний. Возле туалета – фильтр для воды, который усмешивали с тем самым спиртом. А вот эта разноцветная бумага – это будущие акцизные марки. Здесь их печатали на обычном принтере. Потом бутылкам придадут опрятный вид и развезут вот по таким вот магазинам. На этом видео, снятом в Волынской области, представители ГФС и полиции прикрывают подпольный оптовый магазин с суррогатным алкоголем, который обнаружили журналисты секретных материалов. Поддельные акцизы и бутылки неизвестного происхождения. Здесь за копейки торговали даже элитным виски известного бренда Джек Дэниелс. И пародии на водку известного бренда. Ведь серийный номер на акцизе, если обратить внимание, у всех бутылок одинаковый. И за эти два года наш рынок перетворился на смертезвалище. Эксперты утверждают, что фильтры возле туалета и напечатанные на принтере акцизы – это еще не самое страшное. Сейчас ловкачи обнаглели настолько, что ради наживы подмешивают в суррогат даже дождевую воду. Это, где больше гаражные умовы, где размещается обычный спирт с водой под краном, через будь-якого, в кращем вопадку, если упикаются про своих спорезвачив, с джерела какого-то. При таких мизерных затратах себестоимость паленой водки снижается в разы. Пляшка 0,5, выготовлена в гараже с спиртом этилового, коштует от 15 до 20 гривен. Как оказалось, смертельная пшеничная привлекла своих жертв заманчиво низкой ценой. А после отобрала жизнь. Хотя часто бывают случаи, когда цена паленки точно такая же, как и у официального заводского алкоголя. Секретные материалы рекомендуют, во-первых, покупать алкоголь в больших супермаркетах. Во-вторых, внимательно изучать информацию об изготовителе, импортере и сроке годности. Если вы видите, что отсутствует какая-то информация, например, про производителя, а про импортера, а есть только название горелка пшеничная и все, мощность такая, то это, скорее всего, фальсификация. И обязательно обратите внимание на цвет. В качественной водке не должно быть осадка. Это либо разводы с неякосной водой, або спирт какой-то не технический, або, скорее всего, неякосный. Каков денежный оборот на рынке ядовитой паленки? Кто зарабатывает на этом миллионы и кто крышует этот смертельный бизнес? Продолжение нашего расследования смотрите в следующих выпусках. Вот нам туда, видишь, там машины стоят?